Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Разумеется, снова возвращаемся на финансовые рынки и смотрим за теми тенденциями, которые сейчас характерны для финансовых площадок. Сегодня у нас обещает быть весьма интересный жаркий денек. Во-первых, мы замыкаем вот этот пятидневный забех по поиску фундаментальных возможностей, то есть замыкаем, закрываем неделю. Ну и во-вторых, конечно же, нас ожидает очень важный макроэкономический риск по состоянию американского рынка труда, то есть non-farm payrolls, который непременно обещает пролить свет на дальнейшие возможные изменения монетарного курса и, может быть, даже намекнет на еще большую уверенность со стороны, опять же, даже монетарного руководства касательно предстоящей нормализации курса денежно-кредитной политики и, разумеется, повышения процентной ставки. Ну, собственно, о non-farm payrolls и ожиданиях касательно этого отчета мы с вами поговорим, когда переключимся на перспективы пары USD и иена, и будем, собственно, оценивать возможности для американской валюты. Но сперва у нас все-таки есть наши традиционные вступительные активы. Давайте не будем нарушать привычную логику и начнем, как и всегда, сегодняшний брифинг с оценки ситуации по нефти. Также не забывайте о том, что в ходе брифинга будет анонсировано очередное кодовое слово, которое позволит вам получить бонус на пополнение плюс к тем акциям, которые действуют в рамках Amarkets. Воспользоваться этим бонусом очень просто. Нужно связаться с вашим персональным менеджером и поменять его, собственно, кодовое слово на бонус на пополнение. Действует он до понедельника, поэтому еще раз отмечаю, что пятничный бонус, он, наверное, даже интереснее обычных, поскольку у вас есть возможность воспользоваться им не только в рамках одной торговой сессии, но и фактически увеличить покупательскую способность ваших депозитов в ходе предстоящих выходных. Поскольку событие серьезное и, как и всегда, я стараюсь приурочить, соответственно, возможность повышенной динамики, волатильности, турбулентности на финансовых рынках к соответствующему поводу поднятия, соответственно, бонусную ставку, сегодня величина бонуса в 8%, и, разумеется, считаю, что им нужно и можно воспользоваться. А кодовое слово будет анонсировано ближе к середине брифинга, либо в конце, соответственно, будьте внимательны. Теперь начнем с наших традиционных активов. Давайте коснемся динамики нефти. И на текущий момент что мы видим? Брент торгуется рядом с уровнем 48 долларов за баррель. Вчерашний локальный хай составил практически 50 долларов за баррель, и снова это очень важное сопротивление оказалось, собственно, неприступным для позиции Брента. Не смог, не хватило силенок закрепиться выше, собственно, после этого последовал откат, и Брент вернулся к тем уровням, на которых начал торговую сессию четверга, и, собственно, консолидируется там уже очень давно. Но это 48 долларов. Причина интереса к позициям нефти вчера – это, опять же, обострение геополитического конфликта на Ближнем Востоке в Сирии. Но поскольку продолжение, и, слава богу, наверное, негативного не последовало, участники рынка снова вернулись к прежним инвестиционным идеям, предполагающим то, что, как ни крути, Ближний Восток – это традиционный регион нестабильности, конфликты возникают, быстро сходят на нет. Но вот общая фундаментальная картина для долгосрочных инвесторов, она по-прежнему неизменна. И не стоит отказываться от коррекционных затяжных идей, которые уж точно имеют достаточное фундаментальное обоснование, ради возможности поймать локальный всплеск, который, как показала вчерашняя торговая сессия, очень быстро может сойти на нет. Поэтому мы делаем ставку, разумеется, на долгосрочные идеи, и сейчас эти идеи по-прежнему остаются в фокусе нашего внимания. Мы продолжаем отслеживать общую фундаментальную картину и искать поводы для того, чтобы усилить, опять же, нашу оценку касательно медвежьих перспектив позиций, как Brent, так и WTI, в целом, всего рынка энергоресурсов. Что касается дополнительных факторов, которые сейчас можно взять на вооружение для трейдинга по нефти, это уже техногенные такие моменты, связанные с ураганом в Атлантике. И, в частности, есть уже предположение, что он станет причиной купирования, блокирования работы многих нефтеперерабатывающих заводов в Соединенных Штатах Америки. Если это произойдет, то, соответственно, обработка нефти снизится, запасы продолжат расти. Я уже отмечал буквально еще и на прошлой неделе и в ходе вчерашнего брифинга, что у нас есть еще и сезонные факторы, позволяющие нам говорить о том, что загрузка этих заводов даже уже незначительна, поскольку многие сейчас находятся на техническом обслуживании. То есть запасы уже по факту этой неделе подрастают, как по версии АПИ, так и по данным официальной статистики. Уверен, что эта тенденция продлится и дальше, то есть еще, может быть, месяц-два мы точно будем иметь дело с таким систематичным приростом, что, соответственно, будет добавлять нам локальных факторов для тактических и, разумеется, стратегических продаж позиций черного золота. Поэтому по бренду мы, разумеется, внимательно отслеживаем актуальный новостной фон, но сейчас все складывается, опять же, в пользу того, чтобы этот актив можно также продолжать себе планомерно продавать. Наша ближайшая цель 47, далее будет 45. Если дело дойдет до еще большего роста геополитической напряженности, не дай бог, конечно же, то тогда локально мы снова сможем увидеть повышенные интересы к бренду. Но это будет недолго и, разумеется, опять же, локальный ближневосточный конфликт, он не сможет пересилить те негативные тенденции, которые характерны вообще для рынка энергоресурсов. И здесь, спасибо медведям, нужно сказать, прежде всего, перезбытку предложения и той слабости, которую мы фактически регулярно констатируем по рынку Китая и, в целом, по китайской экономике. Поэтому по бренду двигаемся дальше, вниз 47-45, пока не отказываемся от этих идей. Что касается рубля, актуальные котировки 65-74, в принципе, ситуация на валютном рынке не меняется, поэтому давайте даже не будем останавливаться на сейчас позициях рубля. В целом, прекрасно понимаете, что все зависит от нефти. Если мы ожидаем снижения позиций бренда, значит, ждем и соответствующей девальвации по рублю. Наша цель по-прежнему по паре USDRAP остается неизменной. Это ждем 68-69 и вообще планируем добраться до 70 рублей против доллара, может быть, уже даже в рамках предстоящего месяца. То есть, делаем ставку на еще большее ослабление национальной валюты. И я думаю, что на следующей неделе, когда мы будем актуализировать статистические данные по рынку России, у нас будут уже и локальные факторы негатива, которые я обязательно отмечу. И мы закрепим общее представление о текущем состоянии российской экономики. Но я думаю, что это будет больше с таким негативным подтекстом. Поэтому продолжаем ожидать еще большего ослабления рубля. Идем дальше. Европейская валюта. Актуальные котировки на текущий момент 1.1174. Если мы посмотрим вчерашнюю торговую сессию, локальный минимум дня составил 1.11 с небольшим. То есть, в целом мы видели, как трейдеры действительно собрались и потащили европейскую валюту вниз. Заряженные идеи ожидания новых мер экономического стимулирования. Это была правильная позиция. Потому что до этого мы получили достаточно плохих макроэкономических данных. Мы даже не будем сейчас касаться второстепенных отчетов. Нас, прежде всего, интересовали данные по инфляции. Буквально в начале недели мы зарядились слабым отчетом по индексу потребительских цен в Германии. То есть, это уже не риски дефляции. Это фактически свершившаяся реальность, действительность которой имеет дело сейчас ведущая экономика валютного блока. И после этого мы переключились на идею того, что снижение индекса потребительских цен, разумеется, должно найти должное отражение через, опять же, слабую статистику Германии и прочих ключевых регионах валютного блока на слабых макроэкономических данных уже всей еврозоны. Поэтому дождались отчета по уровню инфляционного давления в рамках ЕС и констатировали вместе со всеми медведями, которые делали на эту ставку, что индекс потребительских цен в годовом эквиваленте ушел в отрицательную зону. Я думаю, что будет находиться там в течение длительного периода времени, потому что нет оснований сейчас полагать, что что-то серьезно может повлиять на этот отчет, вытащить его из отрицательной зоны. Тем более, что ЕЦБ пока не торопится с теми шагами, которые будут направлены на дополнительные меры экономического стимулирования. Хотя сейчас спекуляции на эту тему уже существенно возросли. Мы знаем то, что программа была запущена в марте 2015 года. ЕЦБ, наверное, полагал, что расширив баланс Центрального банка на 1,1 трлн евро до сентября 2016 года, они смогут поднять индекс потребительских цен, хотя бы приблизить его к целевому значению в 2%. Но, опять же, ситуацию изменила текущая тенденция энергоресурсов. Напомню, что именно позиции черного золота являются чуть ли не определяющим фактором в динамике индекса потребительских цен. Поэтому ЕЦБ, конечно же, нужно приспосабливаться. И я думаю, что вопрос дополнительной решительности через более агрессивный выкуп активов – это вопрос самого ближайшего времени, как я уже это отмечал. Что касается возросших спекуляций. Действительно, это так. Уже многие инвестиционные банки полагают, что программа будет расширена, потому что иначе индекс потребительских цен не разогнать. Если текущий объем совокупный – это 1,1 трлн евро, то, быть может, если продлят эту программу, 99%, что именно так оно и будет за сентябрь 2016 года, может быть, до 2018 года. Соответственно, баланс будет расширен уже не на 1,1 трлн евро, а на 2,4 трлн. Поэтому для европейской валюты, как ни крути, это стратегический фактор негатива, и никто не в состоянии бороться с такой серьезной предпосылкой для мощного долгосрочного ослабления главного валютного риска. Именно поэтому инвестиционные банки сходятся во мнении, что паритет фактически неизбежен, но нам пока достаточно уровня 1,10, хотя наша долгосрочная цель находится на значении 1,05. Чтобы далеко не отходить от макроэлектронических данных, вчерашний был день индекса потребительских цен, точнее, индекса производственной активности в промышленном секторе Германии, Еврозоны, Англии и, соответственно, в США. Если мы говорим про валютный блок, то это индексы производственной активности Германии и Еврозоны. В частности, по Германии отчет 52,3 против прогноза 52,5 – негатив. Что касается Еврозоны, отчет по факту 52, ну, в целом, совпал с прогнозной оценкой. По Германии видим уже тенденцию длительного снижения этого индекса, полномерно он снижается, смещается к уровню 50. Если, разумеется, в ближайшее время умудрится оказаться ниже этого значения, хотя, наверное, раньше, чем через полгода это вряд ли произойдет, но риски присутствуют. То, соответственно, мы будем говорить о реальной стагнации промышленного сектора, хотя уже можно говорить, наверное, по Германии. И настраивать себя через эти слабые макроэкономические данные одного из ключевых драйверов расширения экономики к очень слабым показателям по ВВП. Поэтому считаю, что на фоне этих отчетов у нас есть уже все основания делать ставку, что ВВП Еврозоны в третьем квартале расширится, в лучшем случае, на 0,4%. Это очень мало, особенно на фоне тех, скажем, отчетов, которыми хвастается, опять же, американская экономика. Напомню, что прошлая оценка это 3,9%. Поэтому против евро, конечно же, будет действовать, опять же, контраст ожиданий мер экономической поддержки как со стороны ФРС, так и со стороны ЕЦБ. Только в рамках ЕЦБ мы, конечно же, готовимся к более агрессивному выкупу активов. Что касается ФРС, готовимся к повышению процентной ставки. Против евро также действует и доллар, укрепляющийся, очевидно, ну, по крайней мере, не в рамках, там, нескольких дней, а долгосрочно. Это и рост доходности американских трежерис и, соответственно, прочая объективная слабость всего валютного блока. В общем, продолжаем делать ставку на ослабление главного валютного риска. Я думаю, что наша цель 1,10, ближайшая, в принципе, может быть закрыта уже вот в ближайшие недели. Сегодня очень многое будет зависеть от состояния американского рынка труда и, разумеется, от отчета non-farm payrolls. Но об этом давайте прямо сейчас поговорим, когда, поскольку пришло время, уже переходите к перспективам пары доллар-японская иена. Актуальная котировка по USD иене на текущий момент 119.93, но никак не удается паре зацепиться за сопротивление 120. Вчера вроде бы как уже говорили о том, что этот тандем валютных активов пошел дальше, но порция слабых макроэкономических данных, которая вышла по итогам вчерашней торговой сессии, хотя я не думаю, что они уж настолько слабые, но для многих участников рынка оказались убедительными для того, чтобы локально попродавать американцев. С какой статистикой мы вчера имели дело? Это, разумеется, традиционный отчет четверга, заявки на пособие по безработице по факту 277 тысяч против прогноза 270. Думаю, что если кто-то забыл, еще раз отмечу, что если отчет держится ниже 300 тысяч, значит это уже хорошо, это позитив, поэтому можно даже на фактические цифры в плане сравнения с прошлой оценкой, с прогнозом уже и не обращать внимания. Поэтому заявки на пособие по безработице, хороший отчет, поехали дальше. Индекс производственной активности, маркет АСМ. АСМ, да, негативная оценка, 50.6, точнее даже 50.2 против прогноза 50.6. Да, очень близко уже этот отчет к рубежу 50, но очень надеюсь, что производственный сектор найдет основания для более, скажем, позитивных отчетов и для восстановления. В целом для этого есть все предпосылки. Ну и опять же, объективно, все-таки, как ни крути, отчет держится выше 50, а значение выше 50 все равно указывает на очевидное восстановление. В противовес индексу производственной активности АСМ был такой же отчет, только по версии маркет. Он оказался уже получше, поэтому может быть какой-то эффект стабилизации, компенсации и нейтрализации, он присутствует. Но в целом какого-то негатива касательно состояния промышленного сектора лично у меня не сложилось. Я думаю, что если у вас есть возможность оценить исторические данные, особо паниковать не нужно, точнее вообще не нужно паниковать, потому что сектор чувствует себя все равно очень даже неплохо. И вчера составилась еще конференция Лейкера. В частности, он отметил, что потребительская активность на текущий момент, характерная для американской экономики, способна неплохо ускорить темп экономического расширения и уж точно должна подтолкнуть, опять же, голосующих членов к решению о необходимости повышения процентной расставки. То есть, в целом у нас больше, наверное, даже позитивный фон касательно, опять же, американской экономики. И я считаю то, что сейчас нам нужно, опять же, цепляться за все основания для роста долга. Тем более, что сегодня, а именно в 15.30 по московскому времени, нас ожидает non-farm perils, то есть число новых рабочих мест вместе с хозяйственного сектора. И на фоне, опять же, очень хороших EDP, которые подчеркнули, что в прошлом месяце американская экономика добавила 200 тысяч новых рабочих мест, я считаю то, что есть основания полагать, что и официальный отчет также будет более обнадеживающим. Соответственно, на доллар мы продолжаем делать ставку в плане роста. И если сегодняшняя статистика подкрепит наши ожидания, значит, USD иена получит фактор для динамичного восходящего движения. И, соответственно, позволит нам реализовать нашу ближайшую цель, связанную с закреплением пары USD иена выше уровня 121, может быть, даже 121.50. Еще большее внимание в рамках сегодняшней торговой сессии и публикации данных по американскому рынку труда нужно будет уделить динамике роста зарпных плат, потому что этот отчет влияет на показатели по инфляции. И я допускаю даже, если non-farm perils будет хуже прогноза, но динамика роста зарпных плат окажется выше ожиданий экспертов рынка, все равно доллар получит достаточный буст для ускорения и сможет отличиться ростом. Потому что если растут зарпные платы, значит, создаются хорошие основания для постепенного восстановления и индекса потребительских цен, которые на текущий момент остаются единственной проблемой, которой не удается полностью разрешить Федеральной резервной системе. Ну, я думаю, что окончательное решение этого вопроса – это в ближайшее время. В общем, следим за статистикой, продолжаем делать ставку на рост американца и ждем сегодня хороший отчет по non-farm perils. Другие отчеты и, соответственно, влияние на другие валютные активы. Фунт. Вчера также индекс деловой активности, в частности, 51,5 против прогноза 51,6. В частности, если провести такой легкий исторический экскурс, можно сказать, что индекс находится на минимальном уровне за последние три месяца. И причина ухудшения состояния промышленного сектора – это снижение капиталовложений, это стагнация экспорта и это, собственно, снижение потребительской активности. В общем, все это мы констатировали еще двумя неделями ранее, поэтому вчера получили еще один слабый макроэкономический отчет, который указывает на прежние объективные проблемы всей Англии. И не забывайте также о том, что руководство, опять же, Банка Англии уже сообщило о том, что не будет торопиться с повышением процентной ставки. То есть, по сути, рынок лишился и участники, соответственно, рынка единственного позитивного фактора, который мог бы снова вернуть в расположение этого актива прежних быков. Поскольку оснований для усиления позиции британцев сейчас нет, поэтому давайте ждать движения коррекции пары фунт-доллар к нашей цели, которую мы поставили ранее, это 1.50. И актуальная котировка 1.50 с 51.41, то есть, еще раз напомню, мы в этом трейде находимся с уровня 1.52, то есть, осталось как раз протестировать эту поддержку. Если сегодня американец отличится хорошими данными, эта поддержка пойдет. Доллар, швейцарский франк. Актуальная котировка 0.9781. Снова хочу обратить ваше внимание на этот тандем валютных активов и прежде всего на швейцарскую валюту. Почему? Потому что на прошедшей буквально несколько часов назад конференции руководства Национального банка Швейцарии, опять же, заместитель, председатель Национального банка Швейцарии подчеркнул, что, несмотря на последнее ослабление швейцарской валюты, она все равно очень сильно переоценена, поэтому ее стратегически будут и дальше распродавать. Я считаю, что это еще один аргумент в пользу нашей идеи, предполагающей возможности движения USD в район паритета. Актуальная котировка, еще раз напомню, 0.9781. То есть до паритета остается 200 с небольшим пунктом, все меньше и меньше. И советую все-таки рассмотреть возможности длинной сделки по этой валютной паре, потому что паритет, я думаю, будет достигнут уже до конца этого года. А если ситуация будет развиваться так же динамично и стремительно, как в последние дни, то, быть может, паритет мы сможем увидеть даже в рамках предстоящего месяца. В общем, есть еще возможность присоединиться к этой инвестиционной идее, и я советую вам не игнорировать такую возможность, которая присутствует на финансовых рынках. Что касается кодового слова на сегодня, это катализатор, величина бонуса в 8%. Действует он, еще раз напомню, до понедельника. Собственно, все. Если есть вопросы, оставляйте их на нашем официальном канале на YouTube под видеоокном. Всего доброго, спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok